Е-Букенти, согласись, АК-15 это настоящая имба. А так. Теб, ну вот серьезно, ты правда считаешь, что эта пушка имба? Да это очевидно. Мой друг, ты очень сильно заблуждаешься. Она вообще не имба. Я тебе скажу скорее так. Это лучший из худших. КИБЕКОПАДИЯ ДИТАК ДОПКО ПРЕДСТАВЛЯЕТ Не имба. Или почему не стоит обольщаться по поводу АК-15. И все-таки, ебутеньки, хотелось бы услышать побольше конкретики. С какого хрена АК-15 не имба? Да не вопрос, капитан Очевидность. Сейчас все быстренько, сочно, понятно, объективно объясню. Приветствую вас, леди джентльмены, другие подруги. С вами Мортин и капитан Очевидность. Итак, ввели нам новую штурмовую винтовку Автомат АК-15 Кастом Деточка. Да. Люди зашли на ПТС, стали пробовать новинку. И тут же пошли разговоры о том, что это МЕГАИМБА УАРФЕЙС-2021. Но, друзья, надо быть объективным. Смотреть, пробовать, тестировать. И не в течение 5-10 минут или 2-3 каток, а конкретно, долго, надежно и глубоко. Чем, собственно говоря, ваш покорный слуга и занялся. Начнем с ТТХ. Именно они многих и вводят в заблуждение. Ведь действительно, ТТХ у нового калаша, извините меня, получше, чем у Ховы будут. Этот урон, темп, дальность, точность от бедра, емкость магазина, заебцом. Да и скрытые ТТХ не подкачали. Множитель в голову здесь 5, в тело, руки, ноги, единица. То есть, все по высочайшим нагибным стандартам. И сразу становится понятно, что эта пушка будет гнуть. Но мне также с самого начала было очевидно, что эта пушка будет далеко не имбой. Кстати, перед тем, как мы продолжим, хочу заметить еще то, что действительно очень круто сделано у этого оружия. Я надеюсь, что и дальше разработчики будут действовать так, придерживаться именно такой планки, которую они нынче поставили. И главная прелесть здесь в том, что у этого автомата аж целых 3 уникальных кастомных прицела. Ну как уникальных? Уникальных там только один, свой родной. Но также есть полюбившийся многим монокль, который мы видели на, скажем, Абакане или АМ-17. А также сексуальный прицел Ховатай. АК-15 Нимба. Да, Капитан Очевидность, при всем при этом Нимба. Только кто сказал, что он лучше, чем Ховатай. А до этого говорил, что Ховатай лучше, чем все остальное. Как Нимба-то? Капитан Очевидность, я же не дошел еще до этого. Хотя, в принципе, как раз время подошло. Жарит, кстати, автомат классно, отдача мягкая. И, пожалуй, это вторая по мягкости отдача среди Тир-1 штурмовых винтовок. Мягче и приятней только у АК-12. Пиливает противников только так, как нефиг делать за здрасте. Вполне годно пилит в тело. Капитан отлично ставит хэдшоты. И при этом, друзья, да, не имба. И вот сейчас объясню, почему. Когда нам вводят очередную штурмовую винтовку, мы всегда говорим, если она крутая. О, имба, классно, круто. Кто-то, наоборот, кричит. Блин, задолбали новый донат вводить. Я только выбил себе Хову или Брен, или АК, или Ф-90. И вот снова бабки башлять, закидывать. Совести нет и т.д. и т.п. Но давайте будем зрить корень. Саму суть вопроса. И на самом деле, здесь в первую очередь, когда вводили новую пушку, когда показывали ее ТТХ, когда ты пришел ее пробовать, надо не забывать, за какой класс ты играешь. А это, извините меня, штурмовик. Класс опущенный, обоссанный. Забытый большинством игроков. Честно признаюсь, в основном и мной тоже. Ведь где сегодня играет большинство игроков? А большинство игроков сегодня играет на РМ. Наши разработчики титаническими усилиями и годами стремились к тому, чтобы убить нахрен паблик и все это заменить РМом и киберспортом. И если насчет первого РМа у них получилось, то киберспорт все-таки особо к этой игре, ну будем честны, не прирос. И всегда был таким, знаете, небольшим придатком. Я только за, пусть развивается. Но вопрос, а время сейчас думать о нем? У игры масса других проблем. По-моему, в первую очередь надо балансировать тот же РМ. И вот проблема нового калаша в том, что он ничего толком ни хрена не меняет. Вообще. С ним штурмовик станет чуть-чуть сильнее. Но вот на минуточку, чуть-чуть сильнее он станет, чем все остальные штурмовики. Эта пушка немного опережает Хову, чуть получше опережает калаши Брен или Ф-90. Но эта пушка ни хрена не может показать против АМБ, Сига, Чапы, СВ-98 и прочих замечательных, известных пушек нашей игры. А не что-то, что у нас новую броню на штурма ввели имболы, еще иммунитет к нокдауну. А что толку с этой брони? Во-первых, эта броня, сука, очень медленная, как черепаха. Во-вторых, друзья, да, конечно, там, извините меня, иммунитет к нокдауну. Что, кстати, надо было вообще ввести в игру, то есть полностью этот нокдаун выпилить. Но об этом мы поговорим в отдельном видео. Так ведь что эта броня, по сути, поменяет? Если даже с учетом этой самой брони, инженер все равно будет сильнее штурмовика. Без шуток. Даже стрелять в голову сегодня с пистолет-пулеметов намного удобнее. Чем выше темп, тем плотнее огонь. И следовать трекингам, так называемым, то есть преследовать прицелом цель головы противника, из ппхи намного удобнее, чем из штурмовой винтовки. Потому что из штурмовой винтовки ты вот так вот стреляешь, головка летит, и пулю опа, левее, правее, левее, правее. Точно так же, с такой же кратностью прицелом целишься из АМБ. Башка отлетает только так. Но это почему-то нашими разработчиками не учитывается. Выходит штурмовик опять говно. Выходит так, друг мой. В общем, скажу вам так, друзья. АК-15 пушка классная, пушка интересная, базару ноль, все вроде в ажуре. Но самую главную проблему, а именно конкурентноспособность штурмовика на самом главном режиме нашей игры, самым популярном, а именно на рейтинговых матчах, эта пушка никак не решает. И я не могу понять, почему наши разработчики боятся делать смелые шаги там, где они действительно нужны. Вот как вводить пятый класс в игру, так нефиг делать. Как порезать какую-нибудь пушку порой, тоже можно. Как резать точность в приседаниях, хотя вот именно об этом их никто не просил, просили только спам порезать. Так это наши разработчики не просто хотят, они на этом настаивают, это у них идея фикс. Порезать точность в приседаниях. Кому она нахрен нужна? А вот как дать штурмовику новое оружие с ТТХ той же Ховы или АК-12, или вот этого нового АК-15, но дать наконец-то темп нормальный? Не 620, не 630, 650, 660, ну хотя бы 640 и какие-нибудь может быть еще бонусы плюшки. Так нет, боятся сделать имбу. Дорогие разработчики, вы просто подумайте, а как вы можете сделать имбу, если сегодня пистолет-пулеметы обладает практически таким же уроном, при этом темп у них переваливает за 700. То есть даже если у нового АК-15 темп будет 660, 670, то он в любом случае отсосет от инженера на малой дистанции. Это же очевидно. Так что вердикт, друзья, у меня такой. АК-15 в кастом это офигенный ствол, это классный ствол, это интересный, красивый, с приятным геймплеем, с хорошими ТТХ. Да, и если вы играете в основном штурмовиком или любите этот класс, вы можете его купить. Да, он лучше Ховы, да, он лучше Калаша, да, он лучше Брена, F-90, вот всей этой метой штурмовика, но, к сожалению, он не сделает штурмовика сильным классом.